МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время, по вторникам, в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник финансового управления администрации Щелковского муниципального района Александр Фрегин. Добрый вечер, Александр Владимирович. Добрый день. Ну, давайте в начале нашего разговора поговорим, наверное, о таком серьезном документе, или, наверное, даже двух документах, главных финансовых документах нашего муниципалитета. Это, так скажем, бюджет Щелковского муниципального района еще за прошлый год, и, естественно, уже теперь бюджет городского округа Щелково на год нынешний. Вот в начале тогда об исполнении бюджета прошлого года все ли намеченные планы удалось реализовать нам? Если говорить об исполнении бюджета прошлого года, то, в принципе, его можно считать удовлетворительным. План по собственному доходу по районному бюджету выполнен на 108%. При плане 2 миллиарда 750 миллионов рублей поступило, 3 миллиарда 278 миллионов рублей. То есть 108% выполнения плана. Бюджет городского поселения Щелково практически выполнен. Здесь поступило в пределах плановых назначений более миллиарда рублей. Что касается бюджетов поселений, то они также выполнены за исключением одного бюджета. Это городского поселения Фрянова, где исполнение ввиду недопоступления плановых доходов составило порядка 98%. За счет чего мы получили такое, в принципе, неплохое выполнение доходной части бюджета. Это, в первую очередь, налог на доходы физических лиц по всем поселениям и по районному бюджету. Что говорит о том, что заработные платы все-таки у нас растет. Растет число предприятий, которые выплачивают заработную плату. Соответственно, растут поступления в бюджет. Специальные налоговые режимы, они распространяются у нас на средний и малый бизнес, на индивидуальных предпринимателей. Это упрощенная система налогообложения. Это единый налог на умененный доход, патентная система налогообложения. Здесь также произошло перевыполнение плановых назначений. Немного мы просели это поселенческие бюджеты по земельному налогу. Это связано, во-первых, с некорректным определением кадастровой стоимости земли. Но, тем не менее, мы смогли нивелировать поступлениями других доходов. Какие опасения у нас существовали в течение года? Опасения, в первую очередь, связаны с присоединением к городскому округу Лосино-Петровских двух наших поселений. Это сельское поселение Анискинское и городское поселение Сверловское. Но в процессе исполнения бюджетов, в первую очередь районного, мы смогли скорректировать и снивелировать недопоступления по доходным источникам, которые поступали с этих поселений, по предприятиям, организациям. И в результате добились таких результатов в перевыполнении плана. Это то, что касается доходов. Но есть какие-то проблемные направления? Есть проблемные направления. Сейчас я скажу сначала о выполнении расходной части бюджета. Главным достижением прошлого года, позапрошлого года я бы посчитал уход от ручного управления бюджетом. Что это такое? Ручное управление бюджетом подразумевает недопоступление доходов, недовыполнение плановых назначений по отдельным статьям. В результате расходная часть бюджета тоже не выполняется и приходится выбирать, что профинансировать в первую очередь. Раньше эти статьи назывались защищенными статьями затрат. Сейчас из бюджетного законодательства исчезло такое понятие. Так вот, приходилось выбирать, что профинансировать. Это заработная плата, это расчеты с монополистами. Все остальные расходы, как правило, оставались на потом. Возникала просроченная кредиторская задолженность в значительных суммах. Нам в течение трех последних лет удалось это состояние привести в нормальное, то есть уйти от ручного управления бюджетом. И доходная часть наших бюджетов, в том числе и бюджетов поселений, бюджеты района, позволяет профинансировать все расходы автоматически. То есть не в ручном режиме, а автоматически финансируются и расходы на выполнение муниципального задания, и расходы на иные цели. Я бы посчитал это главным достижением последних лет, поскольку наши организации, которые связаны с бюджетом, в первую очередь учреждения социальной сферы, получили возможность планировать свою деятельность и рассчитывать на то, что своевременно будут производиться платежи по их обязательствам и расчетам с контрагентами, то есть со своими поставщиками товаров, работы, услуг. Вот эта система сейчас работает в автоматическом режиме. Ну вот я так понял, что план выполнения бюджета, первоначально запланированный еще, будем говорить, наверное, уже не в прошлом, а в позапрошлом году, перевыполнен, несмотря на уход двух поселений в соседний городской округ. Или все-таки он в абсолютных цифрах меньше? Нет, он в абсолютных цифрах меньше не стал. Как я уже сказал, здесь наблюдается рост по основным показателям. В первую очередь растут поступления по налогу на доходы физических лиц. И в результате мы получили, тоже не хочется повторяться, вот эту ситуацию, когда главное, я считаю, достижение, что наши потребители бюджетных услуг, бюджетные учреждения, социальная сфера, сфера реальной сектора экономики, получили возможность планово строить свою работу. Ну, я бы сказал, что так, в принципе, и должно быть в идеале. Нравится или не нравится, но мне импонирует одна мысль, что хорошая власть, которая не замечают. Поэтому здесь, когда мы финансируем, мы практически не имеем дела с учреждениями, когда они выбивают какие-то деньги. При планировании это случается, но если уже запланировано, если это предусмотрено, то эти деньги надо отдать. Ну, обеспечение стабильности бюджета при любых обстоятельствах, оно является нашей основной задачей, будь то недопоступление доходов, какие-то другие негативные явления. Поэтому при исполнении бюджета и при бюджетном планировании мы должны обязательно учитывать всевозможные риски, иметь определенную подушку безопасности на всякий случай, если что-то случится. Ну, как пример, можно привести прошлогодний бюджет. Как правило, бюджеты, они начинают готовиться в мае на следующий год, согласовываются расчетные показатели с областью, определяются взаимоотношения с нашими потребителями услуг, определяются взаимоотношения, откуда будут поступать эти деньги. В конце сентября мы имеем практически готовый документ, и до 15 ноября мы должны вынести его на рассмотрение нашего представительного органа Совета депутатов. Делаем это раньше, как правило, это конец октября. Кто знал, например, в прошлом году, что в декабре будет принят закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, это исходит из послания президента, о том, что освободят от земельного налога довольно значительную часть наших с вами жителей, пенсионеров в 6 соток. Это нельзя было предусмотреть, поэтому на такие случаи мы и имели подушку безопасности, которая как бы снивелировала вот этот удар по всем поселенческим бюджетам. Ну и недавние послания тоже президента, которые, скорее всего, будут озвучены и реализованы в налоговом кодексе, это освобождение от земельного налога многосемейных граждан. То же самое, это будет определенный минус бюджет, но мы к этому готовы. Поэтому здесь мы должны быть готовы к любым ситуациям, которые связаны с определенными корректировками бюджета. В то же время здесь нельзя противопоставлять сбалансированность бюджета, то есть равновесие доходов и расходов, росту его отдельных показателей. Нельзя, например, завышать его доходную часть, не имея реальных источников, откуда эти деньги будут поступать, то есть надувать его мыльными пузырями. Смысл какой это делать, если мы, в конце концов, не получим? Неправильным будет и завышение расходной части, исходя из принципа необходимости или по каким-то другим причинам. И на этот счет с коллегами у нас идут довольно бурные дискуссии, несогласований, но в конце концов консенсус находим, когда предлагается, вот давайте проведем такое-то и такое-то мероприятие, давайте то-то и то-то построим. Никто не против построить или провести какое-то мероприятие, только здесь задаешься вопросом, а за счет чего это будет делаться? Где мы найдем источник финансирования для того, чтобы обеспечить финансовое обеспечение данного мероприятия? Вот это, конечно, надо учитывать. И считать, что для принятия, что достаточно принять простое решение, увеличить дефицит бюджета или увеличить расходы. Ведь за каждое простое решение надо платить. Чем платить? Платим рисками, платим несбалансированностью бюджета, потеря его в дальнейшем управляемостью, ростом долга и так далее. Вот эту ситуацию мы не можем допустить. Ну и какая работа здесь была проведена в этой части? Я бы разделил доходную и расходную статьи бюджетов. С одной стороны, в части формирования доходов мы провели мероприятия, которые были нацелены на реальное планирование доходов. То есть реальные цифры мы получили. И второе – это мероприятие по наполнению этой доходной части реальными деньгами. Что для этого было сделано? Во-первых, проанализирована деятельность крупных предприятий, крупных и крупнейших плательщиков. Это является нашим золотым фоном в части пополнения бюджета. За несколько лет прослежена динамика доходов. Как они пополняют бюджет, в частности, по налогу на доходы физических лиц, что составляет более половины нашего районного бюджета. Второе – прослежена деятельность предприятий банкротов. Ведь банкротство само по себе несет… Банкротство – это негатив. Но затрагивает, во-первых, не только сами предприятия, что плохо для трудового коллектива. Но банкротство является еще источником социальной напряженности. Правильно? Это не выплаты заработной платы, это не оплата обязательств перед контрагентами, перед поставщиками услуг. А это дальше идет по цепочке. Если мы не заплатили за поставленную продукцию, товары или услуги нашему контрагенту, то он, в свою очередь, не может расплатиться, предположим, за коммунальные услуги. То есть это охватывает всю цепочку. А много у нас таких банкротов? Достаточное количество таких организаций. Мы их знаем. Мы работаем в очень тесной связи с налоговыми органами. Спасибо им за это. С судебными приставами. Поэтому мы отслеживаем эту ситуацию. И смотрим, есть ли возможность у нас получить с предприятий банкротов определенную сумму денег. В частности, то, что касается задолженности под платежами бюджет. Очень удачно. Я приведу пример. Это наше сельхозпредприятие. Новый Литвиновый в этой части поработал. Очень значительную часть. Это предприятие банкрот сейчас. Оно находится в конкурсном управлении. Мы получаем значительную отдачу в бюджет Трубино по земельному налогу. Но от большей части предприятий банкротов мы платежей, как правило, не получаем или получаем в незначительном количестве. Что было сделано дальше? Были отслежены пики платежей и неплатежей. То есть, на какие периоды происходят значительные поступления и где они падают. Как правило, они падают после Нового года. Это январь, февраль. Пики платежей наблюдаются в декабре и в апреле, когда происходят перерасчеты за прошлый год. В части имущественных налогов, в первую очередь земельного налога, была отслежена ситуация, которая связана с рисками недопоступления платежей. Это падение кадастровой стоимости, а и таких случаев было достаточное количество. То, что принесло минус бюджет или плюс бюджет, принесло увеличение или постановка на кадастровый учет многих объектов недвижимости. Что мы получили в результате? В результате собственные доходы, я приведу несколько цифр, они увеличились. В 2015 году получили более 2 миллиардов рублей, незначительная сумма. В 2016 году имеется в виду собственные доходы 2,5 миллиарда рублей. В 2017 году 2,7 миллиарда рублей. И в 2018 году 3,2 миллиарда рублей. То есть, рост доходов здесь есть. Достаточно резкий именно по прошлому году. Да, но главным я бы выделил другое. Мы получили стабильную доходную базу, которая гарантированно поступает в бюджет. И тем самым была исключена опасность кассовых разрывов, когда у нас доходы не совпадали с расходами. Мы получили ситуацию, когда исключили возможность недовыполнения плановых назначений, а сфера бюджетного финансирования получила дополнительные деньги бюджет, за счет которых она могла профинансировать свои полномочия. Что касается расходной части бюджета, то здесь за основу были взяты муниципальные и государственные программы, непрограммные расходы и нормативы затрат по каждой отрасли. Они проанализированы были и каждый год они подвергаются инвентаризации на предмет соответствия расходным полномочиям, которые закреплены или функциям, которые закреплены за органами местного самоуправления. Не было взято ни одного обязательства, хотя попытки такие были, может я немного повторяюсь, что давайте включим вот сюда, давайте включим вот что-то, еще дополнительное обязательство. Если это не обеспечено источниками финансирования, то все это отсекалось. Так же как отсекались и расходы, которые не относятся к функциям органов местного самоуправления. То есть проверялось соответствие расходных обязательств тем задачам и тем функциям, которые закреплены 131 федеральным законом. Ну, количественные результаты, они проявились в чем? Они проявились в первую очередь в том, что мы полностью погасили прямой муниципальный долг, который имели на 15-й год 150 миллионов рублей для нас, это значительно. Мы погасили просроченную кредиторскую задолженность, которая числилась за нашими учреждениями, имеется в виду районными учреждениями, более 300 миллионов рублей. Но главное, мы получили стабильный и ликвидный бюджет, ликвидность его получается в том, что мы свободно можем рассчитываться по ранее принятым обязательствам. Все принятые обязательства, они у нас исполняются в полном объеме. Это называется действующими обязательствами, а принимаемые обязательства, они обязательно проверяются, инвентаризируются. И если мы уже переводим его в разряд принимаемых обязательств, то мы находим обязательно источник их финансирования. В противном случае это обязательство мы не включаем в состав действующих обязательств района. Давайте перейдем тогда к бюджету на текущий год уже принято, естественно. Насколько я знаю, сегодня было заседание районного совета депутатов, посвященное в том числе и формированию бюджета на нынешний год. Вы там с докладом иступали. Если можно, чуть подробнее, в чем особенности бюджета на этот год по сравнению с предшествующим. Ну и, наверное, с учетом того, что у нас образовался городской Орган Щелково. Ну, здесь надо сказать, что каких-то особых изменений в порядке формирования бюджета в части доходных источников и расходных полномочий не произошло. Если произошло, то они очень незначительны. Другое дело, что изменения связаны с теми проблемами или с теми явлениями, которые осуществлены в административном устройстве нашей территории. Первое – это присоединение к городскому округу Лосино-Петровске двух наших поселений – Анискинское и Свердловское. В результате мы потеряли доходную базу бюджета, часть доходов бюджета, которые собирали с данных территорий, но мы одновременно и стали меньше нести расходов за счет районного бюджета. Это в первую очередь на систему образования, на систему жилищно-коммунального хозяйства и частично на другие сферы. Но главная сфера – это образование. То есть это 11 учреждений образований, школа, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования. Что касается бюджета этого года, то он имеет свою специфику. По закону Московской области у нас с 1 января были ликвидированы все органы местного самоуправления в поселениях, то есть администрации, советы депутатов, которые существовали во всех поселениях, и контрольно-счетные органы. Они у нас существовали в трех поселениях – Щелково, Монино и Фрианово. Все они были ликвидированы. Но бюджеты этих поселений ликвидированы не были, опять же, исходя из закона Московской области. Поэтому на администрацию района была возложена задача и обязанность исполнять эти бюджеты, принять представительным органам, советам депутатов района, отчеты об исполнении бюджетов за прошлый год. И, соответственно, проконтролировать эти бюджеты. И уже будем говорить о будущем времени, принять отчеты в соответствии с действующим порядком за 2019 год. Эта функция была возложена на администрацию района, а непосредственное исполнение бюджета было возложено на финансовое управление. Сегодня на заседании, да, надо сказать, что советами депутатов до Нового года всех поселений эти бюджеты были утверждены. Но все изменения, дополнения в бюджеты, они осуществляются посредством определенных бюджетных процедур, когда администрация района, то есть исполнительный орган готовит эти дополнения, а представительный орган, совет депутатов, их утверждает. Сегодня мы вносили изменения и дополнения практически во все бюджеты, поселенческие бюджеты, и совет депутатов района их принял. Здесь надо сказать, что территориальные органы, которые образованы на территории администрации, принимали активное участие, и мы только приветствуем это, формирование вот этих бюджетных процедур. То есть вносились изменения с их подачи, мы это обсуждали, мы эти обсуждения, вернее, мы вот эти изменения обсуждали, и с учетом их мнения уже принимались готовые проекты решений, которые и выносились на рассмотрение нашего представительного органа. Александр Владимирович, я вынужден вас перевести, у нас есть звонок нашего зрителя, давайте послушаем, и тогда вы ответите. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите. У меня вопрос к Александру Владимировичу. Пожалуйста. В последнее время большое внимание уделяется разработке и реализации муниципальных программ. С какой целью это делается? И чем отличается данная методика от ранее действующих? Ну, здесь надо отметить, что программно-целевые методы планирования и финансирования расходов, это больше относится к расходной части бюджета, они являются относительно новыми в бюджетном процессе. Что было и что мы имели раньше? Мы имели раньше бюджеты любого уровня, начиная от федерального и кончая с самым маленьким сельским бюджетом, которые планировались, имеется в виду расходная часть, по отраслевому принципу. То есть, забивались все расходы по отраслям, существовала ведомственная, экономическая классификация расходов, функциональная классификация расходов, которые подробно расписывались, вот эти расходы по каким направлениям они шли. Ну, плохая эта система была или хорошая, скажем так, она соответствовала тому уровню плановой экономики, которая существовала еще в Советском Союзе и практически без изменений была перенесена на нашу действительность, несмотря на то, что страна уже встала на рыночные рельсы. Что было главным в этой системе? В этой системе было главным освоение средств в полном объеме, освоил это хорошо, не освоил это плохо, и целевое использование средств, поскольку все классифицировалось по статейном разрезе, вот эти все расходы. То есть, за целевым использованием средств четко отслеживали соответствующие органы. Ситуация изменилась в связи с принятием программно-целевых методов, но первоначальные попытки они не походили на сегодняшнюю цель. Сначала по программно-целевым направлениям планировались только расходы капитального характера. Это капитальные затраты, ремонт, это приобретение оборудования. Вся текущая деятельность, она оставалась как бы за пределами. Сегодняшняя ситуация, она изменилась. Теперь полностью и текущие затраты, и затраты капитального характера, они все записаны в программы. С чем это связано? Ну, по большому счету, нам как обывателям, в принципе, все равно, если мы не интересуемся этой тематикой, сколько денег вложено в ту или иную отрасль. Нам главное, чтобы это было видно. Чтобы мы могли получить услугу нужного характера, который соответствует стандартам, который соответствует объемам. А бюджеты, которые формировались раньше в непрограммном формате, они не отвечали этим требованиям. То есть финансировалось учреждение как таковое. Но население сейчас предъявляет новые требования. Собственно, это соответствует и практике развитых стран. Которая говорит о том, что я хочу получить услугу нужного качества, нужного объема. А сколько вы денег затратили? Если повторюсь, это не специально. Мы хотим это узнать. Хотя это можно узнать. Это уже вопрос второстепенный. Поэтому и понадобилось применение программно-целевых методов. В программах уже отслеживается. Какие результаты? Сколько мы затратим денег на выполнение этих задач, которые ставятся перед ними? И прямым следствием является возникновение параллельно с этими программными методами так называемых двух составляющих. Это экономическая составляющая бюджетных расходов и социальная составляющая бюджетных расходов. О чем говорит экономическая составляющая бюджетных расходов, которую легко проследить? Сколько мы денег вложили, сколько истратили и каким образом эти деньги освоены? Израсходованы или не израсходованы? Она легко измеряется. Собственно, этот критерий, он существенен и для реального сектора экономики, для предпринимателей. А более трудным показателем является измерение социальной составляющей. То есть здесь включаются в действие относительные показатели. А какой результат оказания этих услуг? Удовлетворенность населения, достаточное количество оборудования, достаточное количество, предположим, коммунальных услуг. То есть здесь комплекс показателей, который неоднозначен. Здесь нельзя применить такие стоимостные показатели, которые существуют в экономической составляющей. Поэтому здесь возникает много коллизий, много споров на этот счет. Поскольку это дело новое, естественно, это требует дальнейшей отработки. Ну а конкретным воплощением вот этой социальной составляющей является муниципальное задание. Государственное задание на государственном уровне, муниципальное задание. На нашем уровне, в котором определяется, какой объем затрат мы произвели и какая отдача, какой получен эффект от вложенных денег. То есть уже потребитель конечных услуг, а поскольку у нас социальные бюджеты, конечный потребитель, это в основном население, уже может оценить, насколько эффективно используются вот эти деньги. И мы немного не договорили, каким образом будет реализоваться наш бюджет в дальнейшем. Александр Владимирович, извините, я перебью, у нас пришло время перерыва. Давайте мы сразу после небольшой паузы вернемся к разговору о формировании бюджета на этот год. Я призываю наших зрителей не переключаться, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник финансового управления администрации Челковского муниципального района Александр Фрегин. Еще раз добрый вечер, Александр Владимирович. Напоминаю, в телефонной студии прямого эфира 567-1440 и 567-1450 звоните, задавайте свои вопросы. Но мы продолжаем наш разговор. В конце первой половины программы начали говорить о формировании бюджета на этот год. Уже какие-то подробности нам известны, если можно завершить свое высказывание до конца. Хорошо, да. Перспективы. В этом году мы исполняем бюджеты отдельно. У нас районный бюджет и бюджеты поселенческие, их 8. Со следующего года будет формироваться бюджет единой городского округа Челково. И в этом контексте мы будем строить свои отношения и с областью в части определения межбюджетных отношений, и с нашими потенциальными потребителями услуг и плательщиками. То есть все деньги будут поступать в единый бюджет городского округа Челково. И финансироваться все мероприятия будут из единого бюджета тоже городского округа. Задачи большие, проблем достаточно много. Мы их должны решить в течение всего вот этого года, чтобы уже на рассмотрении совета к 15 ноября, как я говорил, уже вынести готовый бюджет. Но не секрет, что все-таки у нас поселение, так будем по-старому называть, некоторые числились в отстающих, имеем в виду, по денежным поступлениям, некоторые наоборот в передовиках. Как вот теперь будут распределяться деньги с тем, чтобы никому не было обидно, как говорится? Ну, поскольку будет единый бюджет, естественно, деньги будут распределяться в полном объеме из бюджета городского округа. Они будут распределяться по единым нормативам, по единым правилам, по единым стандартам. То есть, в соответствии с действующим законодательством, мы эти нормативные документы должны разработать и принять в течение года. Нормативные документы принимаются Советом депутатов и постановлениями главы района, но уже городского округа в соответствии с действующим законодательством. Мы должны как бы сформировать унифицированную форму представления бюджетных услуг и унифицированную форму поступления доходов. Еще такой вопрос, связанный с реализацией бюджета. В этом году в своем послании к Федеральному собранию президент Путин сказал, что национальные проекты – это не федеральные и, тем более, не ведомственные проекты. Они должны быть видны в каждом субъекте нашей страны и даже в каждом муниципалитете. И в связи с этим такой вопрос, какие муниципальные проекты реализуются в нашем городском округе Щелково. Ну, национальные проекты, они должны являться лейтмотивом нашей общей работы. Значит, и у нас будут реализовываться в этом году четыре национальных проекта. Первый национальный проект – это экология, который будет реализовываться в части муниципальной программы «Чистая вода», условием софинансирования расходов из областного бюджета. На этот счет будет выделено более 80 миллионов рублей. Второй национальный проект – это создание и формирование комфортной городской среды. Это приобретение необходимого оборудования для учредения жилищно-коммунального хозяйства. Дальше идет проект «Цифровая экономика», который связан также с внедрением новых технологий в текущие процессы в жилищно-коммунальном хозяйстве и системе образования. И последний национальный проект – это «Культура», где определяется ремонт наших учреждений культуры. На сети нацпроекта будет выделено более 100 миллионов рублей. То есть реализации проектов мы идем в русле тех начинаний и тех позывов, которые определяет президент. То есть национальные проекты активно реализуются в нашем городском округе. Если можно чуть более подробно по первому проекту «Чистая вода». Имеется в виду вода, которая поступает в наши квартиры или вода, которая протекает по территории округа? Нет, это естественно чистая вода, которая поступает в наши квартиры. Такой вопрос затронули, когда говорили об исполнении бюджета за прошлый год. О том, что у нас крупные предприятия, которые вносят весомый вклад в доходную часть бюджета. Если можно, конкретно назовите какие предприятия, организации внесли самый крупный вклад. Наиболее крупные плательщики – это у нас акционерное общество «Валентафарм», «Канофарм Продакшн», «Щелковый хлеб», «Газпром Космические системы», «Виллон», «Мултон». Вот наши самые крупные плательщики «Агрохим». Вот наши самые крупные плательщики, которые внесли и вносят существенный вклад, надеемся, они и будут вносить существенный вклад в формирование бюджета района. Мы с ними работаем в тесном сотрудничестве, налоговые органы тоже отслеживают поступления. Почему? Потому что поступлений по этим предприятиям мы будем и следить за бюджетным здоровьем нашего муниципального образования. Сбой какой-то, он, конечно, будет отзываться. Но пока эти предприятия, спасибо им, работают достаточно стабильно. И еще один вопрос также по исполнению бюджета. Вы говорили, что совсем недавно еще наш, понятно, район имел достаточно большие долговые обязательства. Как обстоят дела с этим сейчас? На сегодняшний день мы полностью исключили муниципальный долг перед коммерческими банками, ликвидировали в прошлом году. Имели сейчас, мы не имеем долг перед бюджетом Московской области, который предоставлялся практически нам бесплатно. Очень небольшие платежи были под ставку 0,1%. Это чтобы он предоставлялся кредит, чтобы расплатиться с газовиками. На сегодняшний день мы по районному бюджету не имеем прямого долга и кредиторской задолженности. То же самое по самому крупному нашему бюджету, бюджету городского поселения Щелково. Где у нас проблемные бюджеты? Проблемным бюджетом является бюджет, ну, бывшего, называю, городского поселения Монина, в котором сформировался муниципальный долг в размере более 10% их собственного бюджета. Городское поселение Фрианово тоже более 10% сформировался муниципальный долг. И в виде просроченной кредиторской задолженности. И имеется прямой муниципальный долг по сельскому поселению Огудневское, который связан в связи с введением строй в эксплуатацию в прошлом году. ФОКа физкультурно-оздоровительного комплекса. Поэтому мы вынуждены были привлекать, или сельское поселение вынуждено привлекать, деньги коммерческих банков. Задачу мы ставим перед собой, ну, скажем так, амбициозную, полностью ликвидировать прямой муниципальный долг и полностью погасить кредиторскую задолженность по вот этим проблемным бюджетам. С тем, чтобы в городской округ мы вошли уже, не имея ни долгов, ни просроченной кредиторской задолженности. Вот такая задача у нас стоит. И вполне она выполнимая. К первому января с этой целью мы анализируем деятельность этих структур, этих бюджетов, находим болевые точки. Сегодня очень бурнодарный вопрос обсуждался на Совете депутатов, где депутаты совершенно справедливо задавались целью, каким образом ликвидировать эти долги, ликвидировать вот эту долговую зависимость, чтобы вылезти вот как бы из этой определенной ямы. Но я думаю, эта задача вполне выполнимая. – Александр Владимирович, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя, тогда вы дадите свой ответ. Добрый вечер, мы в эфире, слушаем вас. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – У меня такой вопрос. Бюджет для граждан, что это такое? – Это очень такое расходчивое понятие, наверное. Но вы знаете, да, Александр? Бюджет для граждан или открытый бюджет, это его называют. Это документ, который в удобном виде представляется для граждан сети интернет, для населения. Он в первую очередь предназначен для той категории населения, которая не имеет отношения в основной своей части к формированию бюджетных показателей. В открытом бюджете или в бюджете для граждан в удобной форме предоставляются все основные понятия, которые связаны с бюджетом, с осуществлением бюджетного процесса, с теми бюджетными процедурами. Приводятся конкретные цифры. Конечно, не так подробно, как бюджетная классификация, но они приводятся. И уже каждый человек, посмотрев бюджет для граждан, он имеет общее понятие о том, как формируется бюджет, как он исполняется и как контролируется. Он размещен на сайте администрации в сети интернет, довольно красочно представлен. Мы постарались его так богато иллюстрировать. Поэтому здесь представляется бюджет для граждан вот в таком виде. Что касается основных показателей, для тех, кто интересуется более подробным представлением бюджета, то все данные по проекту бюджета, по ходу исполнения бюджета в течение месяца, они также публикуются на сайте администрации. Но здесь уже представлен более сложный, более официальный вид представления бюджета так, как он существует в тех документах, которые принимаются, которые разрабатываются на уровне администрации и уже принимаются нашим представительным органам. Конечно, без специальной подготовки его понять в определенной степени сложно, но можно. Поэтому мы и представляем бюджет для граждан. Причем бюджет для граждан, он представляется по вертикали, начиная с федерального бюджета Минфином России. Вниз идет областной бюджет представлен. И, собственно, бюджеты всех муниципальных образований, как правило, разрабатываются. Это бюджет для граждан. То есть здесь поле деятельности, оно достаточно большое. Можно его непрерывно совершенствовать, чтобы каждый, кто хочет обладать определенными познаниями, может представить, как должен выглядеть наш бюджет. Еще один вопрос, на который направлена, наверное, достаточно значительная расходная часть бюджета, это восстановление инфраструктуры бывших военных городков. Не секрет, что на территории нашего района, ныне округа, находится достаточно много объектов, которые раньше принадлежали Министерству обороны. И многие из них находятся в плачевном состоянии. Что делается для того, чтобы их привести в порядок? Да, надо признать, что многие, согласиться, что часть инфраструктуры военных городков, она находится в не особо приглядном состоянии. Поэтому значительные средства выделяются и областью, и за счет бюджета муниципальных образований, на восстановление инфраструктуры военных городков. Самые большие средства были затрачены из областного бюджета и из бюджетов поселения, из районного бюджета, на восстановление структуры военного городка в городском поселении Монина. Эти работы продолжаются и по сей день, причем восстанавливалась практически вся инфраструктура. Это касается учреждений культуры, учреждений спорта, учреждений образования, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства, дорожного хозяйства. Восстанавливается часть инфраструктуры, это военного городка в Медвежьих озерах, там это связано с коммунальным хозяйством. Те же самые вопросы решаются на улице Беляева, это Бахчеванжи, то есть восстановление, решение вопросов, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Вот три основных направления. Это в основном жилищно-коммунальное хозяйство и ремонт ДК Чкаловский в Щелкове. Тоже это восстановление инфраструктуры военных городков. То есть вот эти четыре вопроса, четыре объекта, четыре направления, которые сейчас решаются за счет бюджета. Но если говорить о Чкаловском, там не только ремонт ДК Минчкалова, но и создание пешеходной зоны, реорганизация движения и так далее. Совершенно верно, это все связано между собой. То есть решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, это все работает в связке. Ну а более мелкие, я имею в виду военные городки, тот же поселок Клюквенный, например, он попал в эту программу? Он пока не попал, но мы стараемся. Клюквенный, на очереди у нас Загорянка. То есть мы прорабатываем этот вопрос со всеми военными городками, то есть со всеми территориями, где находились военные городки. Это требует, конечно, значительного вложения средств. Все сразу, мы просто не в силах профинансировать. Ну а в процентном соотношении есть какие-то цифры, что дает область, я имею в виду по военным городкам, да, и что мы берем из своего бюджета? В зависимости от степени дотационности, от степени насыщения и зависит финансирование области. Если городское поселение Щелково, я называю его старой терминологией, обладало достаточной доходной базой, то здесь соотношение было где-то две трети дает область, одну треть дает городское поселение Щелково. Бюджет Монина был дотационным. Значит, за счет него выделялось 10% всех расходов, 90% брала на себя область. Если брать Щелковский район, то есть где расходы должны нести районные органы, то там соотношение было чуть более, чуть менее одной пятой части, чуть менее 20% нес Щелковский районный бюджет, более 80% затрат не несла область. Вот такое соотношение. Ну и в конце такой вопрос, может быть, несколько долгосрочного характера, стратегического, хочу спросить о капитальных вложениях. На что они направляются? Капитальные вложения, они связаны с развитием, ну поскольку бюджет у нас носит такую социальную направленность, местные бюджеты, они все несут социальную направленность, и более 80% всех расходов местных бюджетов расходуется. Именно социальную сферу. Здесь мы вкладываем в развитие именно социальной сферы. В первую очередь бьем по проблемным точкам. Это у нас система образования. Первая задача – это ликвидация второй смены в школах и ликвидация очередности в детских дошкольных учреждениях. В этой связи мы выделяем деньги, опять же, с учетом области, почему? Потому что сами не в состоянии профинансировать все расходы на проектирование и строительство семи детских садов и семи школ. В течение 2018 года такая работа шла, в течение этого года такая работа будет проводиться. Соотношение опять такое же, как я уже сказал. Где-то 4,5 всех средств выделяет область, 1,5 часть берет на себя районный бюджет. Кроме системы образования выделяются деньги с помощью федерального бюджета, регионального бюджета и муниципального бюджета. Мы произвели большие работы по обустройству набережной на Клязьме, улицы Пушкина и прилегающие улицы. И, безусловно, того объекта, который с нетерпением ждут все жители, это строительство моста. Сейчас проектные работы, это финансирование проектных работ и самого строительства моста. Здесь также без привлечения областных средств мы не можем полностью взять на себя все эти затраты. Поэтому с помощью области, которая берет на себя подавляющую часть расходов, мы эти работы финансируем. Вот эти капитальные расходы, которые мы планируем произвести, которые мы проводили в 2017 году и на ближайшую перспективу будем проводить. Ну а по ремонту учреждений здравоохранения у нас достаточно большая работа. Здравоохранение, оно не относится непосредственно к местному бюджету. Здравоохранение в своей основной части финансируется за счет фонда обязательного медицинского страхования. Значит, небольшая часть финансируется за счет области, за счет областного бюджета. Практически к здравоохранению мы уже три года не имеем отношения. С тех пор, как оно перешло на более высший уровень. Ну и такой заключительный, наверное, короткий вопрос об исполнении бюджета на будущий год. О формировании, вернее. Формирование бюджета, оно начинается уже сейчас. Вплотную мы приступим, наверное, где-то через месяц, когда вот вернем отчеты об исполнении бюджета. Посмотрим наши плановые показатели, посмотрим возможности привлечения дополнительных источников. Будем, конечно, анализировать наши расходные полномочия с учетом расширения, с учетом развития Щелковского района, уже сейчас городского округа Щелкова, с учетом развития всей территории, всех поселений, которые вошли в городской округ. Большое спасибо, Александр Владимирович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Это была программа «Диалог». В гостях у меня сегодня был начальник финансового управления администрации Щелковского муниципального района Александр Фрыгин. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok